24 февраля. Продержав мир несколько месяцев в неведении относительно своих намерений, Россия напала на Украину. Предлоги для этого были разные, но все для Запада неубедительные. Начался период, который полностью меняет политику Европейского Союза на российском направлении в сферах дипломатии, экономики, энергетики. Той же ночью Брюссель решает наказать Москву и сурово. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации. Наши санкции должны не лаять, а кусать. Самый жесткий пакет санкций, которые мы когда-либо применяли. С того времени Евросоюз проведет 8 санкционных раундов, кульминации которых станет эмбарго на российскую нефть. Цель сделать Европу менее зависимой от российской энергии. И этот процесс продолжается. Тем временем в Евросоюз хлынули из Украины беженцы. Им положен специальный статус защищенных лиц, который позволяет работать и получать помощь. В странах ЕС к украинцам проявляют гостеприимство и солидарность. Но многие из них хотят вернуться домой, как только война закончится или утихнет. Президент Украины становится неутомимым голосом, призывающим поддержать его страну. Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед ассамблеями по всему миру, начиная с Европейского парламента. Тем временем в кратчайшие сроки представлена заявка на вступление Украины в Евросоюз. Глава Еврокомиссии начинает дебат об украинском членстве. «Этот народ принадлежит Европе, он один из нас. Мы хотим, чтобы он вошел к нам». Всю весну и лето европейские лидеры, несмотря на очевидную опасность для себя, ездили в Украину, чтобы обещать политическую, военную и финансовую поддержку, и чтобы воочию увидеть ущерб от российского вторжения и обстрелов. Тем временем набирали ускорение дипломатические усилия, чтобы сблизить Украину с Европейским Союзом. В июне ЕС официально называют Украину одной из нас и провозглашают ее членство своей установленной целью. «Мы признаем европейскую перспективу для Украины, Молдовы и Грузии. Это статус кандидата на вступление в Европейский Союз». Но это не останавливает войну и российскую агрессию. Наоборот, поступает все больше свидетельств, позволяющих предположить, что россияне совершали военные преступления. К концу года Евросоюз исполнился решимости привлечь Москву к ответственности и предать президента Путина правосудию. «Мы предлагаем создать при поддержке ООН специализированный суд для расследования российского преступления и агрессии и преследования за него». Европейский Союз хочет, чтобы Украина была восстановлена на российские деньги, которые пока в ЕС заморожены. Но война, вероятно, продолжится в 2023 году, а вместе с ней человеческие страдания.